В субботу на стройплощадке и вопросы строительной сферы традиционно в центре внимания районного руководства. Обсуждения проходят и в кабинетах, и непосредственно на местах. Глава района посетил несколько строящихся объектов, чтобы лично оценить ход работ. В центре внимания руководство района строительство жилого комплекса «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. Ранее на объекте была низкая динамика работ. Теперь же на стройплощадке трудится порядка 30 человек. Ведет о закрытии, а теплового контура установка оконных блоков, монолитные работы. Низкая динамика работ была обусловлена финансовыми трудностями застройщика. Однако теперь удалось найти инвестора и возобновить работы. Все инженерные коммуникации к домам подведены, абсолютно все. Тепло, вода, канализация, все подведено. Сделано часть очень много взаимозачетов по материалам, которые дают нам фронт работы. Скажем, в общем, у нас как бы два сай-инвестора, которые дают нам материалы в счет квадратных метров и которые у нас будут приобретать жилье. Потому что очень элитный микрорайон, уверены, что будут продаваться квартиры и все на выходе. А вот жилой комплекс «Вега» в микрорайоне радиоцентр уже введен в эксплуатацию, однако застройщик по-прежнему не устранил недоделки. Так до сих пор не запущены лифты. Кроме того, никак не удается наладить взаимодействие с управляющей компанией. Его сдача в эксплуатацию очень трудно прошла, но люди очень ждали сдачи в эксплуатацию этот дом, потому что инвестор практически был недееспособен финансово. Тем не менее, сейчас нашими усилиями, тоже самое администрации, дом сдан в эксплуатацию потихонечку, полигонечку за счет управляющей компании. Если сейчас она не будет работать, она должна уйти с него, доведем до конца и жители будут заселяться. Проверил глава районный и ход возведения жилого комплекса «Центральный». Строительство ведет компания «Инвестпроекты МСК». На площадке трудится порядка 40 человек. Ведутся работы по бетонированию каркаса здания. В планах возведение двух этажей в месяц. Строительство жилого комплекса «Центральный» предполагает возведение 140 тысяч квадратных метров жилья, а также социальных объектов детского сада и пристройки к 16-й школе. Детский садик, я надеюсь, что мы будем вместе с домом делать в этом году, а по школе это надо еще три дома переселить из детского жилья, но это, наверное, все-таки будет 19-й год. На контроле вопросы не только строительства, но и ремонта. В этом году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в районе будет отремонтировано 800 подъездов. Работы уже начались. Так, в доме номер один по улице Советской уже отремонтировано 5 подъездов из 6-ти. Работу выполнила управляющая компания «Округ 17», которая и обслуживает дом. Подъездов на 2018 год по программе софинансирования запланировано, как полагается, 25% от общего количества подъездов. У нас это составляет 16 подъездов. Укладываемся в планы. Если успеем больше сделать, значит сделаем больше. Управляющая компания установила пластиковые двери, выполнила внутреннюю отделку, заменила освещение, установила новые почтовые ящики, оконные блоки. Я очень довольна управляющей компанией. Желаю, чтобы во всех домах была такая красота. В выходной, не выходной, поздно, не поздно, всегда возьмут трубку, всегда помогут, всегда приедут. Отказа никогда не было, что бы где ни происходило. Округ 17 хорошая управляющая компания, недавно на этом рынке, но такие там и депутат хороший, помощник его, и сам директор управляющей компании. У них есть совесть, и видно, что эта совесть уплощается в дела. Дарья Заснегова, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».